привет друзья сегодня у нас уникальнейшая просто уникальнейшая история о замке современном замке который находится в торонто называется он косолома и так давайте начнем во первых я бы хотела начать с человека даже человеком все начинается им же заканчивается и это просто уникальный человек сэр генри миль пеллот был такой умнейший человек который родился в 1859 году в городе кингстон в онтариум он в принципе по жизни был бизнесмен и канадский солдат был хорошим инвестором и благодаря инвестициям гидроэнергетику и железные дороги он заработал неплохое состояние 1905 году он был посвящен в рыцаре в знак признания его военной службы королю эдуарду 7 и получил он звание генерала майора пехотинцев королевы это очень высокая награда но на сегодняшний день об этом никто не говорит сегодня его вспоминают как человека который построил касса лому 1903 году сэр генри пеллот купил участок земли на северо-западе от тогдашнего центра города естественно мы говорим о торонто через несколько лет в 1911 году располагая капиталом в 17 миллионов долларов он начал строительство дома замка своей мечты вы знаете вот я когда изучала вот вообще вопрос косоломы когда готовила это видео когда читала естественно когда я там была вы знаете это просто какое-то непередаваемое ощущение чувства которые я вышла просто с каким-то таким парящим настроением оттуда там какая-то невероятная атмосфера но по крайней мере так вот я как-то перенялась я вообще не любитель вот музеев знаете каких-то а это просто вот состояние такого замка но когда я начала изучать вот всю историю и так дальше и даже просто не осознавала в каком месте я нахожусь когда там была дело в том что у вас полное ощущение замка но это не замок это дом и вы сейчас поймете о чем я говорю землю которую он купил уже носила название от предыдущего владельца и называлась дом на холме то есть касса лома это с испанской строительство заняло три года и обошлось будущему владельцу три с половиной миллиона долларов это только в те годы вдумайтесь в эту цифру в связи с начавшейся первой мировой войной не вся отделка дома была завершена но даже в незавершенном состоянии замок просто поражал своим убранством вы знаете вот потому что это все-таки не замок да это просто чувак решил построить себе дом а получился замок на самом деле он на нем мечтал очень долгие годы и конечно вот в этом всем состоянии даже не недостроенном это просто все поражалось его почему потому что 98 комнат которые находятся в этом замке а иначе это никак не назовешь и внутри когда вы находитесь это просто полное ощущение замка сделали его самым большим частным домом не только в канаде а и на то время во всем западном мире огромная библиотека закрытая веранда превращенная в небольшой ботанический сад с футов с паровым отоплением проходящим под клумбами с цветами это представляете это такая технология уже в те времена вот так все это было продумано душевые комнаты которые намного опередили в то время тогдашние да когда еще люди в принципе это не было до в каждом доме душ туалет ванна все эти удобства орган занимающий два этажа тайные переходы туннель который вы можете увидеть мы шли просто по нему если честно он немножечко жутковат в начале когда вы спускаетесь ощущение нормальное там все время играет музыка там чисто уборно горит свет да приятно так люди ходят но потом все-таки как-то жутковато чем глубже вы туда заходите становится более тепло жарко немножечко такой даже страх какой-то а потом когда мы вернулись домой я изучала вопрос вообще косоломы то там значит есть видео в ютьюбе если наберете то вы сможете увидеть там даже этим кто гоняются значит за призраками сказали даже что там живет в подвале призрак вот этого значит сэра генри пеллот вот ну конечно с одной стороны смешно но жутковато когда ты там вот находишься это жутковато конечно вот все это действительно вот вся вот эта атмосфера она просто сближает вот нас со сказочным каким-то замком ну в принципе так это и было задумано хозяином и архитектором который помогал воплотить его мечту в жизнь основное здание вот косоломы замка соединено с подземным ходом и вот этим вот туннелем расположенном неподалеку с конюшней то есть конюшня находится где-то через 200 метров от самого замка и вы можете попасть туда как естественно по земле так и под землей по этому тоннелю по проекту в доме также должен был находиться внутренний бассейн но он тоже не был к сожалению достроен достроен новичка Война и последовавший за ней экономический спад пошатнули финансовое состояние Пеллота и налоги на недвижимость возросли С тех 600 долларов в год, которые он платил все это превратилось в 1000 долларов в месяц И он предпринял, конечно же, немало попыток удержаться в седле оставить дом при себе, потому что вложены были огромнейшие, колоссальные деньги Он жил там со своей супругой, и они наслаждались У них были у каждого, как вы можете наблюдать, своя комната, своя свита, рабочий кабинет Круглый кабинет, дубовая комната для переговоров, для гостей, зал огромный Это была его мечта, в которой он прожил практически 10 лет Но, к сожалению, он не смог, он не смог это все сохранить И в 1923 году он был вынужден продать замок с молотка и переехать на свою ферму Субтитры создавал DimaTorzok Долгое время косолома использовалась как фешемебельная гостиница Затем как сценическая площадка И в 1933 году правительство города Торонто Овладело зданием за счет неуплаченных налогов на сумму 27 тысяч долларов То есть человек построил ее за 3,5 миллиона За счет долгов это было приобретено городом за 27 тысяч долларов И правительство очень долго решало, что делать с этим зданием Под что приспособить это здание Потому что все-таки это нестандартное помещение Ну и среди идей было использовать его как школу Возможно как музей или картинную галерею Дом ветеринаров И даже в каком-то там году Они решили, что может быть отдать это семье Родивших пятерняшек Да, по-моему в 1934 году была история Значит впервые в Канаде Значит семья родила пятерняшек И они думали даже отдать им Но ни один из проектов не был утвержден И правительство даже уже решило вопрос о сносе здания Но в 1936 году пришел клуб Киванис И они предложили использовать замок Как достопримечательность для привлечения туристов Правительство согласилось Потому что у них и так слишком Было, знаете, планов полные карманы Но ничего с этими планами дальше не происходило Кроме того, что они были на бумаге написаны И в 1937 году Косолома открыла двери для широкой публики И стала таким вот местом Достопримечательностью, да? Достопримечательностью Канады Могу вам сказать, что, конечно Если вы даже зайдете на сайт Косоломы в интернете Вы сможете увидеть Происходит, конечно, там огромнейшее количество Там год расписан наперед То есть там свадьбы, бармитцевы Закрытые мероприятия разные То есть, конечно же, там огромные залы Там огромные помещения Это все красиво, все в стиле Там снимаются без... Вы все даже не представляете, какое количество фильмов там снимается Я просто была поражена Когда я увидела, сколько фильмов великолепнейших Которых мы с вами все смотрели Иксмен Вот моменты какие-то Вот эта школа, в которой они все учатся И вот эта вот Иксмен По-моему, в первом фильме То есть во втором эти отрывки Это все снято в Косолома Там, значит... Ой, столько фильмов Я вам внизу дам ссылку к видео Я опишу все фильмы, которые там сняты Ну, не фильмы, а отрывки Отрывки из фильма Просто такое количество Вот я уверена, что каждый человек Который сейчас меня слушает Хоть какой-то из этих фильмов Ну, точно смотрел То есть просто... А это вас еще повергает в такое состояние Вау, я в таком месте Здесь были и звезды, и то, и все То есть очень-очень у меня хорошее впечатление Я очень вам рекомендую Если вы в Торонто Побывать в этом месте Нам еще так удалось побывать на весенних каникулах Когда для детишек еще были организованы Разные мультяшные герои И в театре, который находится под землей Вы тоже можете наблюдать И вот были спектакли проходили Но мы не смогли попасть Это было под землей И дошечки немножко было страшновато там находиться Поэтому мы уже должны были быстрее убегать оттуда Не должны были, а в общем захотели убежать Но я вам хочу сказать, что в принципе Сам замок насчитывает примерно как 7 этажей Я не видела, где там 7 этажей Потому что для меня это все было распределено как-то на 3 этажа Но там, видимо, как бы между этажами Всякие были проходы Наверное, это считается как бы тоже за этаж Значит, по большому счету Есть основные комнаты Есть комната леди Вот этой Мэри с его жены Его этого Сира Хенри Есть студия его рабочая Вы все это можете наблюдать на моем видео Есть breakfast area Там, где они кушали Вот это вот round room Oak room Theater Вы можете видеть туннель, по которому мы проходили Немножечко garden Stable Это, да, конюшню Вы можете видеть, что возле конюшни Там же и его машины Которые принадлежали тому времени И находились в самке Четыре, по-моему, машины Вот Естественно, библиотека Ну, в общем, вы все видели Вы еще много увидите, когда придете сами Я действительно еще раз вам очень-очень сильно рекомендую Попасть В общем, масса удовольствия Конечно, я не смогла вам все в этом видео рассказать Потому что можно много говорить отдельно О владельце и строителе этого замка Я имею в виду не архитекторе, да, а владельце именно Можно много о месте рассказывать Там проходят разные выставки И разные вещи На последнем этаже все, что посвящено Военной тематике, конечно же Потому что все-таки он человек военный В своем прошлом И Ну, что могу вам сказать Просто нету слов Поэтому спасибо вам за просмотр Я все ссылки, которые могут относиться к этому видео Спишу вам в описании к этому видео Все, спасибо, что смотрели И до следующего путешествия Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»